Не успели мы перевести дух после чемпионата России по боксу, который проходил в столице нашего края, как мегаполис, вновь встречает старты всероссийского уровня. С 14 по 18 марта в Чете проходит шестой турнир по боксу класса А. На ринге встретятся не только крепкие парни, но и прекрасные девушки. Наша землячка Мария Шишмарева сегодня вспоминает, как пришла в этот спорт совсем не из-за желания научиться драться. Пошла, чтобы поддержать семейные разговоры на кухне. У меня сестра, она тоже мастер спорта России по боксу, и как-то вслед за ней я пошла. У нас не было в семье, что ой, бокс это не женский спорт и так далее. У нас вообще этого не было. Папа тяжелый атлет, и в общем-то мне стало очень интересно. Мне стало интересно, что же это такое. Они просто с отцом тренировались, они приходили домой, это было бурное обсуждение. А я ничего не понимала в тот момент, о чем они вообще говорят, что такое, что такое с тенью. Вот, и ради интереса я пошла, а потом у меня это все начало получаться, мне понравилось, и тренируй меня интересовался, и вот к чему мне это прибыло, собственно. Алексея Папина бокс научил мыслить нестандартно, как минимум просчитывать каждый раунд в голове на несколько шагов вперед, как в шахматах. Бокс это не просто физическая сила, бокс это шахматы в движении. Я сегодня уже рассказывал, допустим, если мы берем любительский бокс, это все-таки там 3 или 4 раунда, а когда это профессиональный бой, это 12 раундов. И ты можешь запланировать, допустим, распланировать так бой, что ты там первые 3 раунда отдаешь, или там середину боя где-то ты отдаешь, и делаешь какие-то определенные действия, чтобы запутать своего соперника. А бокс это не просто тупая сила, это в первую очередь интеллект. Бокс в регионе становится все популярнее. Только в 2022 году этим видом спорта начали заниматься около 2000 забайкальцев. Вот только растущим спортивным потребностям нужны и достойные возможности. Это, конечно, здорово, что дети идут именно к нам в спортивный зал, который, кстати, у нас до сих пор не хватает, к сожалению. То есть у нас есть определенный дефицит спортивных залов. Мы хотели бы с наших старых спортивных залов и с подвалов ребят, ребятишек, вывести все-таки в какие-то уже современные спортивные залы, чтобы они были оборудованы по современному уже уровню. В рамках турнира был вновь поднят вопрос строительства центра прогресса бокса. Однако, к сожалению, явного прогресса пока еще нет. Изначально его хотели построить к чемпионату России по боксу, который прошел в Чите в сентябре 2022 года. Как знать, может регулярное проведение у нас соревнований всероссийского уровня хоть как-то поспособствует. Дарья Пьянникова, Данил Ботвинский, Антон Носов, РТК «Сбайкалье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова